Приветствую вас! Интересно, давайте разберём свой образ. Смотрите. Во-первых, вы говорите про определённые действия своей кочей. Да? Вот. То есть, вы говорите, что вы купляете её. Вот. И, собственно, вы говорите, что вы успокаиваетесь. Как бы, с одной стороны, да, здесь способ убегания. То есть, ну, вы чего-то убегаете в это состояние, ну, вот, в состояние транса. С другой стороны, это агрессия направлена на себя. То есть, иными словами, то, что вы делаете, это ваша злость, агрессия, удовольствие, обращение на других, обращение на себя, простите. Обращение на себя. Это, то есть, вот, ну, вот, как вы, эпа, обращаете, как бы, на других людей, изначально, вот. А так получается, что это обращается на вас, то есть вы обращаете это на себя. И, собственно, тонкость здесь, как мне кажется, для вас заключается в том, чтобы увидеть, в какой момент появляется эта злость, тонкость заключается в том, чтобы увидеть, когда она появляется и на кого, условно, она обращена, эта злость, и учиться выражать её, эта злость на тех, кто, условно говоря, к этому причастен. Естественно, естественно, вы в адекватной приемлемой форме, но чтобы вы это себе не держали, чтобы вы это себе не зажимали, чтобы вас это не копилось. И, скорее всего, мы здесь сталкиваемся с тем, что вы себе, опять же, это запрещаете себе чувствовать вот этот самый злость. Вот. И может быть, я не знаю, конечно, наверняка, но может быть, потому что вы бежите от реального мира в это трансовое, как вы говорите, состояние, потому что в реальном мире вам, может быть, не выносит. Вот. Потому что вы выразить свою злость вы не можете. Ну, вам там запрещается, например, или вы не привыкли это делать, что-то делать. Вот. Вот. А выразить где-то злость, ну, выразить злость вы не можете. Вот. Она у вас копится, она у вас вполне может быть, что разрушает. Вот. И разрушала бы. Точно. Если бы вы не выражали это вот в виде таких проявлений. Вот. Таких моментов. Ну, таких вот моментов. Вот. Собственно говоря, как-то примерно. Так. Я не претендую на истину, безусловно. Я не могу и не хочу этого делать, претендовать на истину. Вот. Но, мне кажется, что, как бы, ну, один из таких вот ключевых моментов, он заключается именно вот. 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 Поэтому, обращать вам свое внимание, в первую очередь, мне кажется, нужно на это. На это. Вот. А дальше уже будет видно, в каком направлении вы хотите двигаться и что вы хотите вообще там делать, да, как вы хотите жить и так далее. Вот. Понятно, что симптом, ну, вот, ваша привычка, она сразу не уйдет, потому что вы привыкли, потому что, ну, другие моменты будут, вероятно, влиять на то, что вы так поступаете с собой. Вот. Но. Но. Это вот тем гораздо меньше. Вот. Поэтому. Обращать. Внимание. На. Вот. Ну. Словно говоря. На. Ну. Свои, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ не самое легкое занятие, оно, давайте будем честны, да, не самое беспроблемное, потому что, ну опять же, будем честны, не всем людям может понравиться то, как вы к себе относитесь, да, и к другим соответственно тоже. Ну это, на мой взгляд, хороший способ вам выйти из вот этого состояния, когда, ну вот, когда вы такое свободное, с собой проделываете, то есть, когда вы вот так к себе относитесь. Вы спрашиваете, откуда это пришло? Из вашего способа, я бы сказал, справляться с трудными стрессовыми ситуациями, где, скорее всего, есть определенный конфликт, которые, в свою очередь, могут вызывать страх. Я думаю, я думаю, примерно так вам можно ответить. Ну вот, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, и с точки зрения моего опыта, в том числе, который у меня, например, есть, вот, и я могу надеется только на то, что вам это будет полезно, вот, я надеюсь, только что вам это будет интересно, вот, я надеюсь, только что вы сделаете, сделаете для себя выведы, вот, как какие-то, и после этого сможете двигаться дальше, сможете двигаться вперед. Не так важно сейчас, откуда это пришло. Не так важно. Гораздо важнее, как это происходит с вами. Ну вот, на текущий момент. И можно посмотреть ситуации, когда это происходит с вами, вот, чтобы понять, увидеть, что в них, вот, ну, в этих ситуациях, да, скрыто. И чтобы вы увидели для себя, вот, ну, чтобы вы увидели для себя, вот, некоторые перспективы. Я бы так, вам ответил на этот вопрос, который вы выдаёте. С точки зрения, вот, с точки зрения, опять же, психологии, с точки зрения, психотерапии, вот, и с точки зрения, ну, вот, моего подхода, к работе, ну, вот, с точки зрения, вот, с того, как я работаю. Хочется пожелать вам всего самого доброго. Хочется пожелать вам успехов, хочется пожелать вам мужества, потому что вам оно, в смысле, мужества, пригодится. Ну, с учётом того, если вы будете работать над собой. Вот. Всего вам самого доброго, удачи. Будем на связи. Не затягивайте, пожалуйста, с обращением к специалистам, потому что ситуация сама по себе, если не разрешилось сейчас. Вот. Что она, скорее всего, не разрешится сама, по крайней мере, сама по себе. Вот. И вообще, на мой взгляд, основная сейчас, самая главная, самая важная цель заключается в том, чтобы не оставить себя, вот, ну, в одиночестве. Чтобы, 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 ну, не оставаться в этом, вот, чтобы и позаботиться о себе, вот. Надеюсь, вы здесь понимаете, что, о чем я говорю. Всего вам доброго, доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.